Ого! Гром был! Ого! Так в комнате релаксации проверяют реакцию ребёнка на звуки и световые эффекты. Кирилл уже закончил 4 класса. На уроки мальчик ходит со всеми остальными учениками. И диагноз ДЦП не мешает ему учиться в школе. Когда у нас были свободные уроки, то есть это физкультура, английские предметы, которые не посещает ребёнок, мы приходили в эту комнату, работали здесь с психологом. Расслабление, релаксация, отдыхает, смена обстановки, отключается от учебной деятельности, то есть мозг немножко отдыхает. В 2014 году 18-я школа вошла в программу «Доступная среда». Это позволило оснастить здание учреждения необходимым для детей с особенностями оборудования. В комнате релаксации есть мягкие пуфы, сухой бассейн, стол для рисования песком, бизи-борды разной конструкции. Это у нас стекловолокно. Детки приходят, у нас ложатся, она светится разными цветами. Ложатся, трогают, развивается. Тут меняется цвет, можно изучать цвета. И ребёнок успокаивается, потому что она светится у нас, если можно увидеть, капельками. Можно даже посчитать, иногда мы ложимся, считаем. Тактильные ощущения развивают и на специальной дорожке. В комнате постоянно дежурит психолог. Всего в 18-й школе два ученика с особенностями здоровья. Чтобы им было комфортно не только отдыхать, но и учиться, закупили специальные парты. Они шире, чем обычные, и регулируются под ребёнка. В фойе здания есть информационный киоск. Тут родители, дети могут подойти, посмотреть расписание. Тут у нас есть для слабовидящих, для слабослышащих и для антиинвалидов. Мама Кирилла говорит, что у мальчика есть любимые уроки – это математика и рисование. И надеется, что школа поможет ребёнку сделать свои первые самостоятельные шаги.